Ну что же, добро пожаловать на мой вебинар. Все, кто нас смотрит онлайн, я вижу то, что уже подключаются постепенно люди. Сегодня очень интересная у нас тема, очень много, что мне хочется вам рассказать, чем поделиться. И тема у нас – пленэр, архитектурные зарисовки на пленэре. Для меня эта тема совершенно особенная, очень приятная и теплая. Почему? Потому что пока я училась в художественной академии, художественно-промышленной академии имени Штиглица в Санкт-Петербурге, для тех, кто меня первый раз, возможно, видит сейчас на YouTube или в Hangouts, я проучилась 6 лет на кафедре интерьера и оборудования, и у нас каждый год были пленэры. Пленэры обязательно проводились летом, в июне, и также перед дипломом это называлось практикой. То есть, что я вам могу сказать, друзья, вот те, кто рисуют интерьерные скетчи, те, кто очень часто используют ручную графику в своей работе, в своих проектах, особенно для дизайнеров интерьера. То есть, вот этот вот мой вебинар, он максимально нацелен на дизайнеров интерьера, архитекторов, которые хотят рисовать маркерами свои проекты, или, может быть, уже рисуют и думают, как им развиться дальше. То есть, возможно, у них какие-то базовые навыки есть, и они размышляют о уже более продвинутом уровне. Так вот, я вам могу сказать, что лучше архитектурных пленэров для вас ничего нет, потому что пленэры, они помогают тренировать ваш глазомер, ваши чувства пропорций, масштабов. Это то, что необходимо совершенно для дизайнеров, потому что дизайнеры, да, люди, которые работают с пространством. И вот эти две вещи, интерьерный скетчинг и архитектурные скетчи, они идеально просто дополняют друг друга. Итак, и сейчас давайте я вам покажу мою презентацию, выведу презентацию, с которой мы сегодня будем работать. Главная составка – это уже шестой вебинар на тему пленэра. Он у меня будет. Пленэры, кстати, я начинала заниматься пленэрами еще в художественной школе, и так вот они через всю мою жизнь и шли сначала художка, потом художественно-эстетические лицеи 190 и затем уже СПБ ГХПА. То есть обязательно-обязательно каждый год было такое развитие навыков рисования на природе. Вообще откуда пошло это понятие пленэр? Пошло оно от импрессионистов, в основном знакомо нам это понятие, но зародилось оно несколько раньше, когда художники действительно начали выходить уже на улицу, на природу с этюдниками, с красками. То есть есть такой очень серьезный вариант пленэра. Я приветствую, вижу, что постепенно люди подсоединяются новые. Также самый серьезный вариант пленэра – это очень такой тяжкий вариант в плане веса, потому что у вас тяжелый этюдник, краски тяжелые, там масло или акрил, или темпера, или легкая версия, может быть, акварель, и вы это все на себе несете, плюс какой-то планшет. То есть я именно так эти пленэры и проходила, на себе несла кучу всякого дополнительного оборудования, чтобы писать. У нас с вами сегодня презентация будет на тему такого супер-лайт-версии, супер-облегченного, потому что все, что вам понадобится, по сути, это будет какой-то скетчбук, или даже достаточная листика бумаги для скетчинга. И самый-самый минимум – это какой-то линер. Вот у меня самый любимый – это Faber-Castell Vision. Очень я его полюбила, буквально недавно купила. И несколько маркеров я еще расскажу подробнее, какие лучше цвета взять. Но на самом деле все, что попадается вам под руку, все для начала сгодится. Так вот, возвращаясь к нашей презентации, просто решила поприветствовать наших новых участников, которые присоединились. Сегодняшний наш вебинар будет не очень долгим, будет где-то на полчасика, поэтому давайте я переключаюсь на нашу презентацию. Итак, наша презентация – это, собственно, презентация с моего второго урока по курсу скетчинга архитектурных зарисовок маркерами. Он еще у меня называется «Архискетч». Такое вот название. И именно на этом втором уроке я разбираю архитектурную деталь. То есть на белом фоне мы рисуем архитектурную деталь. Вот такой вот получается итоговый рисунок уже. То есть здесь, конечно же, это не пленэр, это рисунок с референса, с фотографии. Но невероятно много общих точек соприкосновений между вот таким вот рисованием дома в комфортных условиях и рисованием на природе, где-то на скамеечке, в парке или в кафешке, или просто стою перед каким-то красивым зданием. Вот особенно в Петербурге, потому что я планирую запускать серию пленэров и в августе, и если в Петербурге позволит погода, то даже и в сентябре. И очень много общего. Почему именно этот я вебинар ставлю перед, собственно, началом моих пленэров, просто чтобы вы представляли, что это будет такое. То есть по итогам пленэра вживую у нас будет вот что-то очень похожее, что-то подобное. И также посмотрите, пожалуйста, мастера скетчинга, интерьерного скетчинга, особенно и архитекторы. Данный пример это Мазут Фархад. Возможно, вы уже читали мое интервью с ним. Недавно я в Инстаграме публиковала интервью на английском. Его профессия, он freehand sketcher. Сам он себя так называет. То есть он свободной рукой рисует интерьерные скетчи, то есть без линеек, без компьютерных программ. И в помощь интерьерным скетчам у него обязательно идет как поддержка вот такие вот архитектурные зарисовки, невероятно красивые, на которых отдыхает глаз, тренируется рука, потому что очень часто замыливается зрение на интерьерных именно перспективах и устают. И глаза, и немного восприятия перестают быть свежим. Сейчас еще покажу двух мастеров скетчинга, их архитектурные зарисовки, и затем свои покажу. Это мой любимый Ричард Чедвик. Кто со мной давно знаком, или очно, или заочно, онлайн через YouTube, то вы знаете. Тем более, кстати, те, кто на книжку читал, The Sketch называется, что я большой фанат этого мастера, Ричарда Чедвика, его техники. Я не устаю им восхищаться. Это скетчер из Манчестера. И посмотрите тоже его потрясающие архитектурные скетчи, просто великолепные. То есть действительно художники, архитекторы, дизайнеры интерьера находят такое вдохновение от рутины, какой-то своей, потому что любая творческая даже деятельность, если она постоянно повторяется, день за дня она становится рутинной. И также две женщины у меня представлены на этом скетче. Два автора. Слева у нас Мита Карсини Блэнд, тоже дизайнер интерьера, и вот как пример ее архитектурные зарисовки. И справа моя, тоже одна из самых любимых мастеров, Мишель Мэрилан из Канады. Это ее зарисовки из Амстердама. Если кто-то подписан на ее инстаграм, наверняка вы замечали, как много у нее именно архитектурных скетчей, они идут в перемешку с интерьерными. И, собственно, мои скетчики я вам покажу. То есть для меня это настоящая любовь, любовь, вдохновение. Я просто готова без конца рисовать архитектурные детали. На этом слайдике это практически все архитектурные детали из Копенгагена, кроме верхней, левой. Все они нарисованы вживую. Верхняя, левая, это уже по фотографии из Парижа. Это дом в Париже, такой особняк барона Командо. Вот такой там чудесный вход, очень он меня вдохновил. И вот еще два таких скетчика. Сверху это вход в мою Alma Mater, в мою художественную промышленную академию имени Штинлица в Санкт-Петербурге. И снизу это вход в парк Элитетира в Мадриде. Также я вам хочу показать, на моем сайте есть в блоге целый пост, но скорее это даже не пост, а визуальный материал, картинки подобранные, то есть как я буквально сам процесс вживую я фотографирую, как я нахожусь на воздухе, на природе, потому что plein air, пытаюсь по-французски сказать, plein air с французского переводится буквально чистый воздух, открытый воздух, свободный воздух. То есть вы находитесь не в четырех стенах, а находитесь действительно на улице, на природе. Вот такие вот зарисовки. Вот это вы, кстати, только что видели, да, я вам показывала ее в презентации. Также меня очень вдохновляют в основном фасады домов и по большей части какие-то входы или окна, оконные порталы, дверные порталы. Это все меня невероятно вдохновляет. И давайте еще пролистаю. Здесь несколько зарисовок. Это под Копенгагеном есть замок Фредериксбург в таком стиле Ренессанса. Там очень-очень красивые дверные проемы. Вот это из Парижа, как я уже говорила. Это Мадридский парк Эверетира. Это, опять же, Копенгаген, Шарлотт Лунский, дворец тоже в Копенгагене. Очень живописный дом на одной из улиц. И также, кто за мной давно следит на YouTube, наверняка вы видели вот этот вот скетчик на видео. Там, где я буквально в прямом эфире рисую. Вот этот вот вход в мою художественно-промышленную академию. То есть, как я начинаю. И за 15 минут я его рисую. То есть, вот этот скетчик я рисовала не с натурой. Я его рисовала уже с исходника, с фотографии. Так что, если кому интересно, приглашаю вас на мой YouTube. Как его найти? Просто набирайте YouTube. И там Ольга Сорокина. И он вам выдаст мой канал. То есть, вот я в этом красном платье. Есть. Далее возвращаемся к нашей презентации. Хотела что еще показать вам. Что у нас будет вживую? Вживую это будет выглядеть примерно таким образом. То есть, мы встречаемся с вами в небольшой компании. Я думаю, это где-то будет до 6 человек. Чтобы я могла каждому много внимания уделить. И мы будем рисовать вот такие вот порталы. Или что-то аналогичное. То есть, я сейчас нахожусь еще в процессе подбора для вас идеальных самых вариантов. Сейчас давайте опять ненадолго на себя верну камеру. Да, то есть, мы с вами встретимся. Скорее всего, это будет Староневский проспект. Да, то есть, это от Адмиралтейства в ту сторону. От площади восстания к Александроневской лавре поближе, чем к Адмиралтейству. Потому что там спокойно, тихо и очень-очень красивые, невероятно красивые архитектурные детали и дома. Конечно же, прекрасно рисовать на самом Невском. Но первый вопрос, который возникает, а что делать с людьми, которые ходят вокруг? Потому что очень многие художники и скетчеры, они боятся, что к ним подойдут люди, будут смотреть, что они рисуют, будут приставать условно, интересоваться. И меня тоже часто спрашивают, Ольга, как вы реагируете на людей, которые интересуются и могут стоять за плечом? На самом деле, уже абсолютно никак, потому что, когда я рисовала в Дании, в Дании вообще какие-то особые люди, к вам там вообще никто не будет приставать, разве что туристы-китайцы вас обступят на 30 секунд всей бурьбой, посмотрят вас, пофотографируют и убегут дальше со своей экскурсией. Европейцы ко мне никто ни разу не подошел, даже вот за плечо никто не заглядывал. Это в Копенгагене, в Петербурге, когда я рисую, иногда, но очень редко люди начинают подходить, смотреть, но в любом случае никто даже не заговаривает. То есть, по-моему, я даже не могу вспомнить таких случаев, но, может быть, какие-то единичные были. То есть, очень спокойно вы занимаетесь своим делом. Обратите внимание, даже если будете по Невскому гулять, художники, которые стоят и рисуют, например, на Ничковом мосту фонтанку, вокруг них особо не стоит народ, хотя они там стоят целый день, они не собирают там стадионы вокруг себя. То есть, подошли, такие деваки, посмотрели и пошли дальше себе. Ну, заговорили с вами, сказали, что вот вам моя визитка или вот вам мой Инстаграм, если вам уж так хочется познакомиться с моим творчеством. И все, и ничего страшного абсолютно. Но все равно для начинающих, для тех, кто так не особо себя комфортно чувствует, когда рисуют при людях, мы специально, я вас уведу в такие самые спокойные, тихие, закоулочки, места Петербурга. Мне, на самом деле, сейчас уже все равно, стоят люди вокруг меня, смотрят или не смотрят. Я полностью фокусируюсь на своих рисунках и совершенно не отвлекаюсь. Я помню, кстати, когда в Италии была, вот там очень открытые итальянцы, они просто как дети. Им так интересно, очень любознательно, они буквально меня обступили, там человек шесть одновременно стояло, и народ проезжает на велосипедах, видят люди стоят, значит, надо остановиться, что-то происходит. И так вот я постепенно обрастала, пока я не закончила свой рисунок. Но все равно со мной никто не говорил, то есть все просто стояли и смотрели. Я закончила скетч, все сразу уехали, то есть к этому просто нужно так попривыкнуть. Что вам нужно с собой будет, да? Желательно какой-то скетчбук. У меня это самый простой скетчбук, здесь даже бумажка не маркерная, а обычная бумага, и она, кстати, отлично подходит для вот таких каких-то зарисовок. Сейчас я вам полистаю его, да, возможно, уже видели, четыре таких дверных портала у меня. Это и маркеры, это и линер фаберкастл, вот это еще пока пустой листик. Вы видите, здесь я затонировала бумагу акварелью, и вот эта тонированная бумага ждет своего часа. Я обязательно на ней нарисую что-нибудь. Здесь петербургский разворот, да, то есть очень-очень быстро. Я рисую буквально 15 минут, параллельно какие-то мысли свои записываю. И на пленэре вживую вас тоже ждет такое специальное ограничение по времени, то есть мы будем вместе все стоять рисовать портал, и у нас будет там, например, на первые минут, там, сначала минут 15, чтобы разогреться, да, на второе минут 30, уже подольше. То есть вы поймете, что сколько бы у вас времени ни было, все равно вы можете успеть передать свою идею, да. Вот этот скетчик фонтанного дома я сделала буквально минут за 10, то есть очень-очень такая быстрая техника. Да, причем маркеры те, которые у меня были под рукой, потому что там цвета, они совпадают с оригиналом, там в реальности это дома желтый, в двери там темно-коричневые, то есть совершенно другая история. С Родоса зарисовка тоже я люблю смешивать, но мы с вами будем рисовать маркерами, да, то есть нас ждет вот примерно такой результат. Желательно, чтобы у всех были линеры, и желательно, чтобы у всех было хотя бы 3-4 маркера. Какие маркеры? Я рекомендую в первую очередь серые, да, то есть вот у меня три разных серых, вам достаточно одного-двух. Затем, поскольку Петербург у нас такой город, очень много желтых оттенков и теплых оттенков, да, то желательно какой-то или бежевый, или цвет слоновой кости. У меня маркеры, стайл-файл маркер, если кому интересно, вы можете использовать любые, да, промаркеры, литросет, или может быть копики, да, все очень любят копики, для меня это тоже мои фавориты. Можете копики использовать, то есть в принципе все подойдет. И какой-то один темный, желательно, там, или темно-коричневый, шоколадный, или темно-синий. То есть прям самый набор минимум, это линер, да, потом какой-то серый маркер, серый, да, по колпачку смотрим, потом какой-то бежевый маркер, да, и темно-коричневый, какой-то темный, для того, чтобы мы могли тональность показать цветами. Вот как здесь, например, смотрите, что у меня было. Линер, да, затем основной цвет, это как раз вот этот вот промаркер мой, литросетовский, я им фон заливала. И затем я поставила несколько акцентов, да, темно-синий, и потом еще такой мятный. Но поскольку это скетч по родусу, конечно, в Петербурге у нас таких ярко-бирюзовых цветов редко можно, редко можно их встретить. Да, и давайте я долистаю вам еще скетч-бук, покажу. Да, то есть вот что-то подобное нас с вами ждет, но именно специфика такая архитектурная будет. Так, если, кстати, будет плохая погода, я рассматриваю два варианта, да, в Петербурге может быть что угодно, обычно дождь. Судя по прогнозу на айфоне, я посмотрела, вся следующая неделя обещают дожди, но суббота будет солнце, поэтому если мы соберемся в субботу, то отлично порисуем на воздухе, если нет, у меня есть запасной вариант, мы идем с вами в какое-то кафе, да, или на террасу кафе, ну, чтобы мы вроде были и на улице, и вроде мы и в помещении, чтобы нас дождь не заливал, и чтобы мы все равно продолжали рисовать, да. Можем порисовать, как какие-то интерьерные такие скетчи, зарисовки, или вид непосредственно из этой кафешки, да, чтобы мы встретились с пользой, чтобы я объяснила самые-самые основополагающие принципы скетчинга. Так, и дальше продолжаем, сейчас вернусь к моей презентации, так, то есть вот это наши портальчики, которые, наше тут вот что-то похожее, я буду разбирать. Вот этот слайдик очень мне нравится, долго искала что-то подобное в интернете, потому что здесь идеально изучать пропорции и масштабы, да, то есть самое важное для нас будет на пленэре натренировать глаз на нашем архитектурном пленэре, да, потому что архитектура, в первую очередь, это пропорции, самосштабность элементов, да, отношения общих деталей к целому. И для тех, кто, может быть, захочет потом еще продолжить эту тематику, да, сами захотят рисовать, можете вдохновляться, посмотреть в интернете какие-то архитектурные отмывки в акварели или в туши, да, это самая прям такая классика-классика, или посмотреть, ну, даже не знаю, ну, вот посмотрите именно какие-то гравюры и такую академическую школу, просто чтобы напитаться вот этими образами, уже пойти рисовать, да, то есть этот вебинар, он, конечно же, полезен не только тем, кто, собственно, со мной пойдут в Петербурге рисовать, потому что я прекрасно понимаю, что многие нас смотрят из других городов, может быть, кто-то вообще с другого конца света. Просто мне очень хочется вдохновить данным вебинаром вас на то, чтобы вы не боялись и вышли на улицу рисовать то, что вас вдохновляет, да, красивая архитектура или просто дерево, да, или там какой-то вид живописный. Но для дизайнеров интерьера я именно больше всего рекомендую рисовать именно архитектуру, потому что это суперполезно, это просто, как бы нельзя переоценить полезность этого. Еще очень хорошо людей рисовать, также архитектура и люди, да, в кафе, в ресторанах тоже можно зарисовки, интерьеры, люди, да, то есть совмещать. Таким образом у вас вообще никогда не будет потерянного времени, там, если вы кого-то сидите, ждете на скамеечке в парке, у вас скетчбук всегда должен быть под рукой или хотя бы какой-то листик. И даже вот одного такого линера вам достаточно, чтобы вы тренировали руку, да, потому что меня спрашивают, как я умудряюсь рисовать каждый день. Ну вот так вот, потому что я все равно нахожу 5-10 минут, да, чтобы порисовать вот буквально сегодня обедала в итальянском ресторане, и мне несли заказ, но быстро принесли минут 10, и вот за эти 10 минут я успела нарисовать такой скетч, и, конечно, да, я потренировала свою руку. Так, дальше хотела я вам еще сейчас показать на моем сайте чуть более подробно про курс по архитектурным зарисовкам маркерами. Архискетч. Блог я вам показала. И, как я уже говорила, в самом начале данный вебинар идет по презентации с второго урока, да, то есть вот эта архитектурная деталь на белом форме. Если вы живете в другом городе и хотите потренироваться, в принципе, вы можете даже приобрести у меня отдельно этот второй урок. И вот хочется мне сделать такое суперспециальное предложение для тех, кто нас сейчас смотрит онлайн. Вы видите, что весь видеокурс маркерами из пяти уроков стоит 7,5 тысяч рублей, соответственно, один урок – полторы тысячи рублей, но для тех, кто смотрит нас сейчас вживую, один урок будет стоить тысячу рублей. Соответственно, если вы хотите урок по вот такой вот архитектурной детальке, такую вот архитектурную деталь нарисовать, то вот пока длится вебинар, сейчас у нас 20.11. Давайте вот до половины девятого вы можете мне успеть написать письмо на… Сейчас я напишу здесь мой адрес, хотя вы, наверное, его уже знаете. Это ольгаарт, три восьмерки, собака, gmail.com. Да, вот он мой адрес. Если вы мне напишите, вам прям супер скидка будет. И также для всех, кто смотрит онлайн сейчас, собственно, весь курс 5 тысяч рублей, да, как я сказала, один урок – тысяча рублей. Кто смотрит нас уже потом, кто будет смотреть в записи, то в течение сегодняшнего дня, да, до 12 ночи, сегодня, если вы смотрите в записи, то 6 тысяч рублей. И потом уже до 1 сентября вы можете по обычной цене 7500 купить, потому что с 1 сентября курс уже будет дороже. Он будет, я планирую, где-то 1080 стоит. И чуть-чуть подробнее о том, что входит в сам курс. И это очень-очень интересно, потому что я для вас записала полностью видеокурс, вы можете по которому учиться в любое удобное для вас время, в любом месте, который содержит 5, не побоюсь слова, супер-видео уроков, реально супер-уроков. Я бы сама с удовольствием училась бы по этому курсу, если бы я не знала этой информации. То есть, как вы видите, да, по верхнему вот этому ряду картинок, что камера здесь в этом курсе направлена сверху, вы видите мои руки, вы видите конкретно в каждый момент времени, что я рисую, можете останавливать видео, успевать дорисовывать, если что-то не успеваете, или повторять что-то, да, сколько угодно, бесконечное количество раз. И, как вы видите, на первом левом, на первой фотографии, там я рисую капители, архитектурные ордера разбираем. Второй слайдик, да, вторая картинка, это то, что мы сегодня разбирали, архитектурный портал дверной на белом фоне. Третий урок на тонированной бумаге я показываю. Четвертый урок, небоскребы в три точки схода. И пятый урок, там сложная такая панорама, интересная очень по Парижу. Да, но она не будет казаться сложной, если вы пройдете вот эти четыре урока. Я этот курс называю так любовно, что курс архитектурных зарисовок маркерами для дизайнеров-путешественников, да, потому что для дизайнеров-архитекторов и дизайнеров интерьера, потому что им в практике их очень полезно отвлечься и порисовать архитектуру, какие-то архитектурные детальки. А для путешественников этот курс тоже прекрасно подходит, чтобы они поняли, как им создавать зарисовки, когда они куда-то едут, да, чтобы скетчбук у них был, там, ручка, и они свои впечатления от поездок заключали в скетчбук. Это такой своеобразный способ ведения дневника. И плюс бонус. Бонус заключается в том, что к каждому моему видеоуроку идет отдельная презентация, методичка, в которой шаг за шагом разбирается как то, что мы выучили на уроке, то, что разбирается, да, по теме, и также какие-то ссылки, да, то есть вот, собственно, вот эта презентация, которую я вам показываю, это и есть презентация по второму уроку данного курса. То есть вот если ее прогнать, все, то она выглядит вот таким образом, да, какие-то ссылки я полезные очень даю мастеров, даю видео, я объясняю моменты вот с этого слайда, показываю примеры, да, то есть очень-очень насыщенный материал, очень здесь все так сконцентрировано, сконцентрированная информация сжатая, также ссылки на мои уроки на YouTube конкретно нужны под этот урок, да, например, вот здесь падающие тени, как строить, потому что вот вы видите, что в архитектурных деталях выставляется довольно четко свет часто в таких классических зарисовках, да, в данном случае у нас источник света сверху слева, под углом 45 градусов, и вы видите, какая вот тут справа идет изящная тень благодаря этому. Итак, и на этом такая теоретическая часть закончена, сейчас те, у кого есть вопросы, пожалуйста, задавайте мне в Инстаграм под последней моей фотографией, или здесь, если это возможно, так, сейчас я посмотрю, возможно ли здесь, да, и, пожалуйста, помните о вот этом вот специальном предложении, что кто смотрит сейчас, для вас прям супер цена, потому что такой больше не будет, вот за 5 тысяч я уже больше никогда не буду этот курс архитектурного скетчинга продавать, потому что, ну, это действительно огромное количество знаний за супер выгодную цену, то есть кто сейчас онлайн смотрит и хочет этот курс, или давно уже на него так смотрел и задумывался, то есть лучше времени не будет, потому что дальше только будут выше цены. Так, и давайте-ка я посмотрю, есть ли какие-то вопросы у нас. Так, вот здесь у нас, смотрите, сейчас слева окошечко, справа окошечко появилось белое, вы можете задавать тут вопросы, надеюсь, что у вас это тоже отображается. У кого, кто не видит это окошечко, я сейчас захожу на мой инстаграм, проверяю вопросы, надо было на самом деле, я думаю, мне заранее вам сказать о том, чтобы вы их подготовили, но на самом деле можете писать уже в видео YouTube, да, кто в записи, у вас тоже вопросы по архитектурному скетчингу, пишите просто в комментариях видео на YouTube, и я обязательно отвечу. Так, вот Надя вижу, надеюсь, Надя сейчас присутствует. Привет, Надя! Потому что Надя ждала сегодня в 6 вечера моего вебинара, у меня просто какой-то технический коллапс был с хэнгаутсом, у меня перестали работать наушники, мне вот пришлось бежать покупать новые, так что вопросов сейчас еще разочек проверю, пока что-то я не вижу, здесь я тоже не вижу, в общем, задавайте их тогда, пожалуйста, уже внизу под описанием. И хотела вам напоследок еще показать пример работы моей ученицы, которая мне очень-очень нравится, ее скетчи. Вот видите, Алина Санина, вот такой у нее инстаграм, Санина, и вот как раз Алина приобретала мой курс по архитектурным зарисовкам, и вот посмотрите, какой потрясающий результат у нее получился по второму уроку, то есть она смотрела вот этот видеоурок мой и шаг за шагом рисовала, потому что я подобрала там красивую такую оксфордскую дверь, дверь из Оксфорда, портал дверной, и вы видите, что прекрасно у людей получается. На самом деле Алина, у Алины и так отличный уровень уже, и она просто блестяще справляется. Это с первого урока данного курса архискетч, про который я сегодня рассказывала, то есть вот тоже скетчик Алины, хотелось мне просто с вами поделиться. Так, и на этом я буду уже завершать. Буду ждать ваших вопросов, буду ждать всех, кто в Петербурге и хотел на пленэр со мной, буду вас ждать уже на встрече вживую, информацию чуть-чуть попозже дам, потому что нам в Петербурге с погодой надо от нее в первую очередь отталкиваться. Так что ориентировочно это следующая неделя, скорее всего, следующая суббота с утра или в 12 или в час мы будем с вами рисовать со скетчбуком, с маркерами или просто с бумажкой. Пойдем и будем уже с вами рисовать. Так что все, на этом я заканчиваю. Желаю вам всем творческих успехов и удачи! До новых встреч! Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok